Будущему поколению будет намного проще изучать историю интернета, архивы, личные записи, фильмы и фотографии. С таким количеством материалов создавать события несложно. А вот современным археологам и историкам приходится собирать информацию буквально по крупицам. Наши корреспонденты побывали на выставке «Сокровища Фина Угров» и узнали, что же удалось найти за последние десятилетия. Кто жил на земле тысячи десятки тысяч лет назад? Как формировались этносы, языки, традиции и обычаи? В голове историков и археологов эти вопросы крутятся постоянно. Ответы на них, как бы странно это ни звучало, находятся в могилах. Порой только раскопки могильных комплексов могут заполнить пробелы в истории. Например, археологи, изучающие Сандемиркинский могильник, обнаружили небольшое поселение, которое занималось добычей болотной руды еще в эпоху раннего Железного века. Есть несколько уникальных погребений, в том числе по сохранности материала. Вот здесь представлена реконструкция женского головного убора, поскольку там сохранился череп, куски ткани, причем разных цветов удалось даже цвет установить, и даже прическу этой женщины и расположение украшений на ней. А другое уникальное погребение – погребение литейщицы. То есть женщина занималась литьем, отливкой женских украшений. В нашей республике самые первые раскопки финно-угорских могильников были в 1926 году, на месте древнего поселения примерно 4-7 века. Подобных комплексов на территории Чувашии немного, поэтому все экспонаты выставки необычны. Фрагменты костюма, наконечники орудий, даже система расположения захоронений, их глубина и размер – все это воссоздает картину жизни наших предков. Но порой бывает важнее факт находки, а не сам предмет. Собственно, то, что мы раскапываем иногда бывает тоже мусором. Тем не менее, не важно, что они идут, наверное, важно, как это они интерпретируют. Возможно, археология, как и исследовательская наука, будет актуальной через несколько сотен, а то и тысяч лет. И ученые будут также ломать голову над находками – смартфоном, пакетиками из-под чипсов и рваными джинсами. Екатерина Куприна, Олег Якимов, Республика.